всем привет вы на канале захотеть похудеть и здесь я делюсь моим опытом похудения на 30 килограмм добрый день мои хорошие хочу сразу вас всех успокоить что канал я не бросила к сожалению по семейным обстоятельствам я не было возможности снимать видео вот в этот период когда они не выходили и сегодня я отвечу на все ваши письма на комментарии на вопросы и начнем с марафона поскольку уже несколько моих подписчиков прислали заявку на участие в январском марафоне и так марафон в январе начинается 10 января в понедельник продолжительность будет 14 дней потому что до этого я анонсировала что возможно будет 21 день но проанализировал ситуацию считаю что 14 дней вполне достаточно поскольку готовим мы вот на этом марафоне который сейчас у меня проходит в декабре рецепты блюда я предлагаю участникам марафона мы готовим один раз и потом два-три дня мы используем приготовленную еду то есть никто не стоит на кухне по три часа чтобы приготовить только меню на день это я считаю очень удобно особенно для людей которые работают целый рабочий день полностью что это не частичная занятость нет просто что-то там домохозяйка и у тебя есть много времени или мамочка которая находится в отпуске по уходу за ребенком в общем программа рассчитана для всех абсолютно и таким образом меню на две недели с просчитанными калориями белками углеводами жирами предоставляется и вы потом можете выборочно менять и дни и на протяжении следующих двух недель использовать это меню эти упражнения которые я предлагаю маски по уходу за лицом и телом так что марафон девочки будет также две недели но как я уже сказала можно пользоваться информацией и рецептами в течение целого месяца да не только в течение целого месяца вы можете использовать это на весь период похудения все кто желает можете присылать заявки потому что в прошлый раз но я честно говоря беспокоилась думаю если будет большее количество чем я смогу полностью отдавать ответы готовить когда много людей то естественно у тебя есть ответственность я ну такой вот я сама по себе ответственный человек и думаю если мне будет там писать 100 человек то я наверное не успею всем ответить и и кто-то будет обижаться но девчоночки участницы просто ну молочинки и добрые слова пишут и комплименты рецептом пишут девочки если смотрите огромное вам всем спасибо мне очень приятно ближе с каждой из вас познакомиться пообщаться пусть даже как бы в таком вот электронном виде но все равно общение очень приятно и поэтому благодарю всех участников нынешнего марафона и чтобы не было как в прошлый раз что приходили заявки а я уже закрыла запись на участие поэтому будет у вас сейчас практически целый месяц на то чтобы решить будете вы принимать участие не будете вы принимать участие заявочки как и в этот раз принимаются только на электронную почту потому что объясняю сразу в прошлый раз наверное кто-то не понял что можно жму типа ответить в комментариях почему на электронку нужно писать потому что доступа к программе похудения идет через ваш электронный адрес потому что он приватный доступ и я высылаю его именно на ваш электронный адрес поэтому все желающие можете уже начинать записываться запись открыта с сегодняшнего числа адрес электронный адрес я оставлю под вот этим вот видео и сейчас расскажу по поводу консультации потому что тоже опять же из-за ситуации я на том канале на моем влоговом канале рассказывала что тут у нас произошло и поэтому был период когда я уже прошлые заказы уже отказаться ты не можешь и какая пути они была ситуация ты уже имеешь обязанности перед людьми ответственность если заказ уже был принят и поэтому новые кто ко мне обращались я временно прекратила запись на консультации сегодняшнего дня открываю запись на консультации консультации у меня идут трех видов то есть базовая консультация где если кому-то нужно просчитать какое количество калорий ему нужно для похудения с учетом всех параметров рассчитать животные белки растительные белки животные жиры растительные жиры клетчатку и так далее потом вторая консультация идет составлением помимо всего вышеперечисленного я даю еще и продукты составляю схему питания и вторая консультация идет составление суточного рациона это как бы такой каркас база наверное правильно и будет сказать на основе которой вы можете питаться в течение недели также я даю список продуктов которые вы можете заменять и потом вы всю вот эту информацию можете самостоятельно использовать на весь период похудения и третий вариант консультации кому уже не хочется ничего делать самостоятельно я составляю меню на неделю с расчетом опять же калорий белков жиров и углеводов именно конкретно под вас это не просто меню для похудения для всех так скажем а это будет расчеты вестись исходя из вашего возраста веса и всех остальных параметров я высылаю анкету и прежде чем начать делать расчеты я все тщательно изучаю если есть какие-то вопросы я всегда дополнительно связываюсь с человеком и задаю их он отвечает чтобы было все точно поэтому девочки три вида консультаций если девочки мальчики опять я девочки девочки затем конечно если у кого хочется еще и дополнительно сопровождение на месяц у меня вот были но в основном мужчины почему-то наверно чего стесняются не знаю но так сложилось заказывают сопровождение на месяц мы каждую неделю человек питается по составленному меню через неделю пишет результаты и что мне особенно приятно вот за все вот это вот время когда я начала практику не было ни одного человека который бы не похудел некоторые даже похудели больше и за более короткий период времени чем я рассчитала это особенно приятно что-то буквально недавно у меня есть девочка которая и на консультацию ко мне приходила и участвует в марафоне так пять дней прошло у нее минус 2 килограмма но это очень приятно и мне приятно и ей приятно но в общем одни положительные эмоции так ну в общем в по консультация марафону все рассказала кому что-то непонятно опять же пишите на мой электронный адрес я вам дам более развернутую информацию относительно консультации там все по пунктам будет помимо консультации вы еще получаете минимум четыре файла с различными видами продуктами с рекомендациями и если там у кого еще нужно подкорректировать питание по состоянию здоровья это будет от минимум 467 файлов дополнительно консультации у меня как бы консультация на очень развернутая что многие когда получают информацию говорят о как это все можно сразу понять прочитать ну в общем информация остается у человека на постоянное использование и все очень доступно написано потому что я прекрасно понимаю чем проще ты дашь человеку информацию доступнее чем доступнее тем проще и лучше и ему будет выполнять все рекомендации так как отказаться от сладенького девочки у меня есть такой вот ну как бы парал палочка-выручалочка этот совет еще дала мне моя французская диетолог потому что я жуткая сладкоежка я обожаю все сладенькая вкусненькая тортики и пирожные мне конечно очень приятно когда вы мне пишите о это лиля ты кремень ты там такой короче человек всемогущий который может себе там ежовые рукавицы и сдержаться я вам откровенно говорю я такая же как и вы я тоже у меня бывают срывы тоже мне там того того хочется и когда я разговаривала относительно этого вопроса с моим диетологом и опять же тоже мы все в интернет ходим мы все же там читаем что он дайте мне пожалуйста вот эти вот добавки которые отбивают желание тягу к сладкам она мне сказала все эти добавки это все химия просто постепенно старайся ты хочешь шоколада вместо шоколада возьми финики оказывается в финиках если кто не знает в них содержится просто уникальные растительные жиры которые прекрасно перерабатываются прекрасно усваиваются нашим организмом и выводятся не откладываясь в жировую ткань плюс в них находится фруктоза которая опять же нашим организмом перерабатывается в энергию когда вот там мы едим сладкий шоколад или какие-то там булочки все вот это вот она перерабатывается быстро поскольку есть сахара которые быстро нога быстрые углеводы чтобы уже было понятно то я сейчас начну говорить такими словами как мы обучались объясню так что быстрые углеводы они быстро переработались они быстренько 1 1 1 там разложились по полочкам и начинаем выполнить но когда какой-то продукт перерабатывается более длительно все раскладывается туда куда надо и энергия вот даже из той фруктозы идет не в отложение жиров а идет на энергию на наши движения на работу дыхательной системы на работу пищеварительного тракта и так далее и тому подобное но общем девочки если вам очень хочется сладенького не бегите вы за этими химическими добавками кушайте сухофрукты в них очень много пользы конечно я не говорю о том максимальное употребление фиников должно не превышать 6 штук в день это 50 грамм но в таком вот количестве плюсы если вы любите сливы это чернослив вяленые сливы то их можно употреблять до 5 штук в день потому что в черносливе просто изумительная диетическая клетчатка которая улучшает работу пищеварительного тракта помогает пищеварению если вы будете употреблять чернослив у вас никогда не будет проблем с запорами как бы вот такое все все очень просто и не нужно покупать не какие-то таблетки для похудения не какие-то коктейли там которые там это это добавлено потому что многие из нас видят красивую там девушку на этикетке берут и думают что все это хорошо и все это замечательно и я похудею но там куча скрытых крахмалов скуча скрытых веществ которые нам они не нужны лучше есть натуральное в меньшем количестве и получать от этого не только удовольствие но и худеть при этом так по поводу сахарозаменителей тоже часто вы задаете такие вопросы посоветую лиля сахарозаменитель лиля советует сахарозаменитель если совсем не можете без сахара берите не очищенный тростниковый сахар килограмм вы его не съедите но чтобы притупить чувство вот этого вот ну хочу 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 сладенького не могу без сладенького на первом этапе диеты лучше использовать не рафинированный сахар а коричневый не очищенный но в небольших количествах также мед также сироп агавы также если кто любит стевию стевию я вот но не могу мне она горчит и имеет такой вкус ну возможно это только со мной связано кто-то возможно и кстати прекрасно относится но все вот эти вот аспартам и все вот эти вот цукролозы но это по-французски цукролоза наверно на русском языке будет все вот это это опасные вещи объясняю почему они опасны и наш организм устроен как пищеварение начинается уже у нас во рту когда мы начинаем что то есть наши вкусовые рецепторы они распознают например мы съели что-то острое для этого нужен один фермент если мы съели что-то сладкое для этого нужен совершенно другой фермент белковая пища третий фермент и таким образом в мозг поддаются сигналы вот относительно сладкого объясняю очень просто и доступно как это работает мы берем чашечку кофе кладем туда таблеточку сахарозаменителя имеем сладкий вкус рецепторы распознали сахар сладенькая потому что как бы это неестественно что вот это вот вся химия на на наши организм он этого не понимает и таким образом орган получает сигнал на выработку чего инсулина потому что инсулин это тот гормон который помогает перерабатывать сахар и когда инсулин у нас выработался а сахара как такового нет мы как бы обманули организма вкусовые рецепторы мы обманули и то есть получается что у нас инсулина в избытке перерабатывать инсулину ничего и таким образом это прямая дорожка к диабету второго типа поэтому девочки если совсем не можете без сладкого лучше вы съешьте эту чайную ложку сахара опять же повторюсь нерафинированного коричневого и таким образом у вас ваш инсулин будет что-то перерабатывать а если вы съедите сахарозаменитель то перерабатывать ему будет нечего вообще в любой диете в любой системе питания должно быть очень важное самое главное правило не навредит своему здоровью я уже рассказывала про кету диету каким последствиям она приводит про все вот эти вот моно быстрые диеты поэтому самое главное это наше здоровье когда мы здоровы то можно и похудеть можно заняться спортом ты себя хорошо чувствуешь а когда ты больной ты наберешь потом вес еще и здоровья не будет так что относитесь очень очень осторожно ко всем вот этим вот разрекламированным чайкам добавочкам каким-то таблеточкам лучше медленнее но натуральное питание должно быть девочки адекватным не ограничивайте себя полностью во всем почему я всегда но не то чтобы настаиваю но рекомендую питаться по системе интервального голодания потому что это самое на мой взгляд оптимальная система питания вы едите в течение промежутка определенного промежутка времени и вы можете позволить себе все там нет ограничений в питании там есть и овощи есть и фрукты сухофрукты разрешено практически все конечно если даже на интервальном питании вы будете есть на 5000 килокалорий то вы не похудеете но и если человек один раз в день наедается на полторы тысячи он тоже не похудеет поэтому питание должно быть в адекватной форме завтрак перекус обед перекус ужин тоже важен очень сон если вы мало спите то не вырабатывается гормон роста гормон роста когда мы уже взрослые когда процесс роста закончен на как он работает он расщепляет жировую ткань поэтому девочки нужно питаться правильно с учитывая временные рамки и нужно обязательно достаточно спать и последнее у нас уже опять я много времени наговорила по поводу ужина было несколько вопросов но я их сейчас соединю в один в какое время должен быть уже на диете на интервальном питании и что нужно есть на уже чтобы худеть и так но на интервальном питании все зависит от ваших временных рамок если вот как у меня я начинаю в 10 заканчиваю в 18 у меня вот 8 часов когда я ем 16 часов когда я не ем поэтому если у вас другие временные рамки ну к примеру с 11 до 19 или там идет период с 12 до 20 то ужин постоянно должен быть в одно и то же время что нужно есть на ужин на ужин я как специалист могу вам порекомендовать на ужин есть не тяжелую пищу не белковую такую вот ну как мясо которое долго перерабатывается белки если вы предпочитаете именно белковый ужин они не овощной что многие не наедаются овощами я когда-то пробовала творожка есть 100 грамм и на следующее утро я приспроснулась со зверским аппетитом я еле дождалась 10 утра чтобы поесть поэтому как бы ужин должен быть сочетать и белковую и растительную пищу но белки это должны быть или сыр не жирный сыр тофу можно использовать можно рыбу рыба очень хорошо на ужин она великолепно перерабатывается на не будет у вас лежать целую ночь и вот так вот мертвым угрозом в вашем кишечнике потом на утро вы будете себя чувствовать вот так вот не очень хорошо поэтому белки должны быть яйца то что легко перерабатывается порция опять же не больше 300 грамм 250 300 грамм достаточно прекрасно на ужин дутый как свежие овощи как протушенные запеченные приготовленные на пару можно только овощной ужин но никогда не делаете только белковый ужин то есть даже если вы взяли рыбку или там четыре белка такой ужин не приветствуется при употреблении белковой пищи обязательно должна быть клетчатка это могут быть листья салата это может быть пекинская капуста это могут быть отруби это может быть чернослив но это клетчатка она обязательно ну и конечно же девочки не забывайте о воде кто мало пьет тот мало худеет это уже такой доказанный факт плюс когда у нас идет недостаток жидкости в организме появляется целлюлит у меня да наверное ну около 40 лет до до 40 лет практически ну где-то до 38 чтобы уже быть не голословная сказать так как она есть на самом деле до 38 лет у меня вообще не было целлюлита несмотря на то что я худела дыху дополнила худела 2 беременности и так далее плюс заболевания связанное со счетами ну гормональное заболевание как бы при таких вот всех вот вещах целлюлит он как бы неизбежен но благодаря тому что я пила достаточно воды у меня его не было и когда я после родов и после операции располнела я думала что отеки у меня из-за большого количества воды что как бы 2 литра я пью много нужно пить меньше я буду меньше отекать но здесь вот была моя ошибка я уже про нее рассказывала и как только я вернулась к моему нам на обычному вот водному режиму что два два с половиной летом три литра воды в день все вот эти вот признаки целлюлита плюс обертывания плюс растирания жесткой вот такой вот мочалкой ну и кожа стала конечно не такая врать не буду что там я такая модель нет но кожа стала намного лучше поэтому девочки про водичку не забывайте ну а на сегодня я с вами прощаюсь опять же повторюсь по поводу марафона и консультации запись идет через email оставлю под видео вы можете посмотреть написать я всех всем отвечу и всех желающих запишу желаю всем прекрасного настроения эффективного похудения но не встретимся и сэм и кинок из участили она бюджет сестра реки не и видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok